От наказания не уйдет. В Иркутске арестовали мужчину, который изнасиловал 18-летнюю девушку в подъезде. Злоумышленник напал на потерпевшую в конце прошлого года. После произошедшего он похитил вещи пострадавшей. Она обратилась в полицию, где составили фоторобот нападавшего, и это позволило установить личность мужчины. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Вихаревки. Сейчас он задержан, ему предъявлено обвинение. Здравствуйте. О других важных событиях дня узнаете в ближайшие полчаса в эфире «Новости по будням». И сейчас коротко о главных темах выпуска. Иркутска за защитницы подкинули по двери мертвую собаку. Я, Ольга Харнутова, сегодня разбиралась. Можно ли привлечь к ответственности живодеров и сложно ли доказать, что животное погибло от рук человека? Два человека погибли на пожаре в Ангарске. ЧП произошло в одном из многоквартирных домов города нефтехимиков. В программе сообщим подробности происшествия, а также детальную статистику бытовых возгораний в Прибайкалье. В Прибайкалье малые застройщики смогут получать кредиты на возведение домов по упрощенной схеме. Поможет ли это решить проблемы строительства в отдаленных территориях региона? Расскажем в программе. Также в программе узнайте, когда в Иркутскую область придет настоящая весна и когда станет известен прогноз приближающегося половодия. И теперь о событиях дня подробнее. И снова прошедшие выходные не обошлись без бытовых пожаров. К сожалению, избежать жертв не удалось. В Ангарске при возгорании в многоквартирном доме погибли два человека. На момент прибытия пожарных из окон квартиры на втором этаже шел сильный дым. Из соседних помещений сотрудникам МЧС удалось эвакуировать семь человек. Пожилую семейную пару, которая так и не удалось выбраться, обнаружили уже после того, как пожар был потушен. В момент трагедии в квартире находились еще два человека. Женщина и ее несовершеннолетний сын. Оба обратились за медицинской помощью из-за отравления угарным газом. У мальчика также диагностировали ожоги кистей обеих рук. Стоит отметить, что всего за минувшую ночь в Иркутской области произошло сразу семь пожаров. А статистика за первые два месяца 2021 года вообще бьет все возможные антирекорды. В Иркутской области с начала года произошло 891 пожар. 49 человек погибли, 43 человека получили различные травмы. Без жертв не обошлось и при возгорании грузовика в Иркутске. Двое мужчин на фуре ехали из Красноярска и остановились в областном центре, чтобы переночевать. Когда они спали, случился пожар. Мужчины погибли. Причиной возгорания могла стать аварийная работа узлов и агрегатов двигателя. Причины смерти бездомной собаки пытаются установить в Иркутске. Погибшего пса подкинули иркутской зоозащитнице под дверь магазина, где она работает. Подробности инцидента у Ольги Харнутовой. Такую ужасающую находку обнаружила иркутская зоозащитница Мария Соловьева, когда приехала утром на работу. Мертвого пса подкинули на крыльцо магазина, где девушка трудится. Тот, кто принес труп собаки, оставил и записку. Мария полагает, что животное сначала убили, а потом принесли сюда. Ведь вокруг магазина девушка не увидела следов от собачьих лап. Я думаю, что, наверное, у нас много людей, которые не любят собак и не любят волонтеров, зоозащитников. То есть многие люди хотят, наоборот, сделать отстрелы собак, чтобы никогда их не было. А мы, наоборот, идем их спасаем и идем там кормим. И многим это не нравится. Чтобы понять, как умерла собака и кто подкинул ее к магазину, женщина обратилась в полицию. Однако к приезду правоохранителей дворник уже унес труп пса. Его таки не нашли. Значит, провести экспертизу и установить причину гибели собаке не получится. Тем не менее, полиция ищет свидетелей, чтобы разобраться в произошедшем. Увы, подобный случай в Иркутской области не редкость. Но после принятия закона о защите животных в 2018 году живодеров все чаще стали привлекать к ответственности. Раньше это было почти невозможно. Факты жестокого обращения происходят каждый день. Доказывают жестокость не всегда. Но раз в полгода, да, действительно, уголовные дела увенчиваются успехами. То есть в Шелихово у нас мужчина избил собаку, убил ее. Он сел за это. В Ангарске был случай, когда мужчина решил на стоянке поджечь собаку. Такие случаи у нас происходят и людей действительно сажают. Почему люди жестоки к животным, пытаются объяснить психологи. Чаще всего живодеры эмоционально неустойчивые люди, которых кто-то обидел. В итоге они вымещают зло на четвероногих. Иногда мстят собакам люди, пострадавшие от укусов псов. Но случай за защитницей Марией Соловьевой больше похож на желание досадить. Люди, видимо, которые это делают, они не видят для себя другой возможности, чтобы как-то выразить свой протест, чтобы как-то выразить свое отношение к этой ситуации. Тут может быть и невроз, здесь может быть и какая-то более серьезная патология. Ну, я бы сказал, что человек декомпенсировался в моменте, у него был такой стресс, что он иначе не мог как-то себя выразить. Но это не означает, что человек имеет право на убийство животного просто так. Ради снятия стресса или желания отомстить. Если такие мысли возникают, это повод обратиться к специалисту. И все-таки научиться мирно сосуществовать с братьями меньшими. Ольга Харнутова, Виктор Черкашин. Новости по будням. Братьям меньшим регулярно помогают в Иркутской зоогалерее. Сейчас там выхаживают сразу двух новеньких. Саву с переломом крыла. Птица, скорее всего, пострадала от хищника и молодого самца-косули. Животное само вышло к людям в истощенном состоянии. Но не во всех приютах животным лучше, чем на улице. Пример тому – питомник «Пять звезд», который подозревают в живодерстве. Муниципалитетам региона предложили забрать собак, отловленных ранее этой фирмой. Напомним, после проверки волонтеры перевезли оттуда в питомник «К-9» около 200 собак, отловленных ранее в муниципалитетах. Псов вакцинировали, стерилизовали, чипировали. Согласно законодательству, теперь период обязан этих животных выпустить в прежние места обитания. Однако, где они были пойманы ранее, узнать невозможно. Чтобы выяснить это, власти региона проведут совещания с муниципалитетами. При этом в Иркутской области продолжается отлов собак. В областном центре нужно отловить почти 2000 безнадзорных псов. На это понадобится порядка 10 миллионов рублей. Сейчас городу выделили только 4,5 миллиона. Оставшуюся часть средств Иркутск получат позже. Выделять деньги теперь планируют на поддержку малых застройщиков страны. Для Иркутской области это особенно актуально, ведь без поддержки такие компании не могут возводить дома и соцобъекты. Тем более в отдаленных муниципалитетах, где заниматься этим просто невыгодно. Тему продолжит Олег Федоров. Рекламный баннер здесь больше не понадобится. Современный жилой комплекс в Иркутске введен в эксплуатацию и в представлении не нуждается. Но внимание заслуживает то, что 18-этажный исполин был построен не крупной строительной организацией, а малым застройщиком. Для строительной практики это редкость. Тем не менее, небольшая компания сумела в полном объеме и в срок сдать новостройку при минимальной поддержке государства. Ведь мелкие застройщики обычно не получают субсидий для возведения домов. Хотя построить такое жилье стоит огромных денег. И, к сожалению, это сказывается на конечной цене квадратного метра для покупателя. Самое дорогостоящее – это комплексное развитие территорий. То есть мало просто поставить коробку. Необходимо продумать всю инфраструктуру, подвести тепловые сети, построить автомобильную дорогу. В конце концов заняться благоустройством. Установить скамейки, разбить газоны, поставить автомобильные парковки. Все эти заботы положатся на плечи застройщика. А от этого конечная стоимость жилья возрастает до небес. К примеру, в этом жилом комплексе еще на этапе строительства квадратный метр стоил чуть более 73 тысяч рублей. Сейчас его стоимость более 127 тысяч. Чтобы качественное, но при этом недорогое жилье начало появляться в Иркутске и в отдаленных территориях региона, Министерство строительства России решило поддержать небольшие компании в субъектах. Уже подготовлен проект, который упрощает получение субсидируемых кредитов для малого строительства. Изначально такая помощь должна пойти в регионы, где доходы на душу населения ниже средних по стране. Но вот вопрос, будут ли там покупать новое жилье, если в населенных пунктах нет рабочих мест? И выгодна ли такая помощь застройщикам? Если брать себестоимость Иркутска, грубо говоря, 50 тысяч, хорошо, я уже сказал, рыночная цена там 80-90. Возьмем себестоимость в зиме, в усоле и так далее, строительство, она будет выше, потому что туда надо мощности довести и так далее. Предположим, 60-70 тысяч за квадрат, а цена там 45-50. То есть получается, сейчас себестоимость в малых городах выше, чем рыночная стоимость. Вот для этого-то как раз и нужны вот эти вот льготные разные условия, сокращающие себестоимость строительства. Это станет возможным благодаря понижению процентной ставки для застройщиков с 6 до 1 процента. То есть практически даром. На реализацию программы поддержки малых застройщиков в регионах в 2021 году планируют выделить около 7 миллиардов рублей. При такой финансовой поддержке строить жилье и социальные объекты станет выгодно даже малым строительным организациям и даже в самых отдаленных и маленьких населенных пунктах Иркутской области. А значит и население, возможно, не будет массово оттуда уезжать. Олег Федоров, Владимир Пинаев, новости по будням. Проблемы строительства есть не только в отдаленных территориях, но и в областном центре и даже у крупных компаний. Так, в Иркутске потребуется около 650 миллионов рублей на окончание возведения пяти жилых домов. Речь идет о трех зданиях на улице Дыбовского и двух на Сибирской. У всех многоэтажек один застройщик, но компания обанкротилась, и уже несколько лет около 300 человек не могут получить ключи от своих квартир. Чтобы люди, наконец, смогли заселиться, Фонд защиты прав обманутых дольщиков принял решение, что выделит средства на достройку зданий. Потребуется 650 миллионов, но это не окончательная сумма. Ее уточнят после проведения обследования домов. Это нужно, чтобы определить объем работ, ведь часть многоэтажек уже почти готова, а у других нет даже стен. Чтобы жилье стало доступным для всех, в стране ввели ольготную ипотеку. Но получился обратный эффект. Цены на квартиры взлетели. Почему, узнаете далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Меньше интереса у фальшивомонетчиков вызывают банкноты номиналом в 50, 500 и 1000 рублей. За прошлый год таких подделок выявили всего 11. Удивительно, но имитируют в регионе даже монеты. Сотрудники банка обнаружили ненастоящие 5 рублей. К слову, чаще всего работники финансовых организаций сталкиваются с подделками при расчетно-кассовом обслуживании клиентов. Клиентами автосервисов стали водители вот этих автомобилей. Но состояние машин не так важно, как здоровье человека, который пострадал во время ДТП в Иркутске. В результате аварии одну из иномарок отбросила на пешехода. С ушибами женщина была госпитализирована. Из людей никто не пострадал, но вот здание, внешний вид подпортили. Так, в одном из дворов Иркутска прошла уборка снега. На месте побывал Данил Седов. Этот Иркутский двор можно назвать образцовым. Чистые дороги и тротуар, мусора нет. Казалось бы, местные коммунальщики делают все качественно и на совесть. Но как бы не так, во время уборки спецтехника оставила за собой следы. Машины повредили заборы во дворе и сам фасад дома. Местные жители от этого остались, мягко говоря, не в восторге. Полтора года назад в нашем дворе было выполнено благоустройство при домовой территории по программе формирования комфортной среды. Это все новое. Жители дома переживают за ограждение, за внешний вид. И только полгода назад был выполнен ремонт фасада по программе капитального ремонта дома. Нам очень обидно за такое халатное отношение к работам. Работами здесь занималась управляющая компания. Но из-за большого количества осадков организации пришлось задействовать габаритную снегоуборочную технику. Она во время работ не вписывалась в узкие повороты двора и это привело к повреждениям. К слову, подрядчик, на удивление, не стал избегать ответственности. Все это будет устранено обязательно. То есть мы уже обсудили этот вопрос подрядной организации. То есть они не отказываются тоже от своих обязательств. Поэтому эта работа будет в ближайшее время устранена. Что касается забора, что касается часть фасада дома, там два кусочка фасада дома, это будет устранено в теплое время. Но не все коммунальщики отличаются усердием и ответственностью. За минувшие выходные в Иркутске от осадков очистили почти 4000 дворов. Кое-где снег вывозили сразу, а где-то сугробы оставили прямо во дворах, там, где они мешают машинам и пешеходам. Некоторые управляющие компании Иркутска идут еще дальше и складируют снег не во дворах, а прямо на проезжих частях, как, например, здесь, на улице Байкальской. Счищенный снег просто вывалили на дорогу. Он некоторое время здесь лежал, какая-то часть стаяла, какую-то часть растаскали автомобили. И в итоге получилась вот такая наезженная колея. Согласно требованиям уборки придомовых территорий, именно управляющие компании обязаны счищать снег во дворах. Складировать его можно только там, где он никому не мешает. В противном же случае это считается грубейшим нарушением и карается штрафом до 55 тысяч рублей. Данил Седов, Андрей Назаров. Новости по будням. Данил Седов, Андрей Назаров. Данил Седов, Андрей Назаров. Во второй, третий, наконец, столбик термометра поднимется выше нуля. Но только не в северных районах там сохранится минус, хотя и небольшой до 6 градусов мороза. Если с погодой все более-менее ясно, то вот каким будет половодие в этом году, пока сказать сложно. Прогноз гидрологи составят только в апреле. На данный момент уже известно, что запас снега и льда на некоторых реках региона выше нормы на 52%. И накопление осадков еще продолжается. По состоянию на сегодняшний день высота снега в большинстве районов области составляет от 25 до 60 сантиметров. В северных районах она местами достигает 65-90 сантиметров. Ну и самая большая высота у нас снега отмечается в горах Южного Прибайкалья. Там 105-110 сантиметров. Вне зависимости от погоды, каждый день работает для телезрителей региона наш канал. Сегодня в истории медиахолдинга НТС – новая веха. Отныне для жителей Иркутска НТС доступен на единой кнопке во всех кабельных сетях. Подробнее расскажет Павел Желудев. Такой праздничной студию новостей по будням зрители еще не видели. Но сегодня повод весомый. Именно 1 марта телеканал НТС завершает переход на единую 22 кнопку вещания в кабельных сетях Иркутска. Эту возможность наш медиахолдинг получил по результатам федерального конкурса, который прошел 27 января в Москве. НТС в борьбе за статус общедоступного и обязательного канала соревновался еще с двумя вещательными компаниями областного центра. Но жюри остановило свой выбор именно на нашем канале. Смысл 22 кнопки, то что мы находимся именно на 22 кнопке, а не как ранее в разнобой на разных кнопках, на которых вы как телезрители нас могли видеть сейчас. Вы можете настроить свои приемники всегда на кнопке номер 22 в городе Иркутске. Вы будете видеть наши новости, наш телеканал. Среди кабельных операторов, которые завершили переход телеканала НТС на единую кнопку в Иркутске, ТТК, Домру, Ростелеком, МТС, Регион Телеком, АСПлюс и Орион Телеком. Навещание в других городах наш канал не прекращает. Мы по-прежнему доступны в большинстве населенных пунктов региона. Тем не менее, НТС отныне носит статус городского канала, поэтому лично поздравить наш медиахолдинг и торжественно запустить 22 кнопку сегодня пришел мэр Иркутска Руслан Болотов. В моем понимании, в первую очередь, признание вашего профессионализма. Дай бог, чтобы у вас все получалось, чтобы канал развивался и чтобы в конечном итоге те новости, которые вы даете, были как можно чаще у нас положительными. Чтобы мы все вместе с вами победили пандемию и двигались вперед дальше. Ну и самое главное, статус городского канала, доступного на единой кнопке для жителей Иркутска, это огромная мотивация для сотрудников медиахолдинга. Поэтому, можно не сомневаться, в ближайшем будущем вас, зрителей, ждет множество новых программ и проектов. Хочется надеяться, что интересных, креативных, а самое главное, нужных. Павел Жолодев, Андрей Назаров, Владимир Пинаев. Новости по будням. Сразу после новостей спорта узнаете секрет привлекательности байкальского льда для туристов. Игроки Байкал Энергии подняли настроение себе и своим болельщикам в преддверии плей-офф российской суперлиги. В последнем туре регулярного чемпионата наша команда встречалась в Сыктывкаре с местным строителем. С самого начала поединка иркутяне начали конвертировать свое подавляющее преимущество в забитые мячи. Итоговый счет 2-10 победа белосиних. Теперь Байкал Энергии предстоит выезд в Архангельск, где состоится первый матч четверть финала против клуба «Водник». Вошел в тройку лучших многоборцев страны Глеб Юницкий. Уроженец у Соли Сибирского выступал на первенстве России в зачете юношей до 18 лет. Наш земляк показал отличные результаты в беге на 60 тысячу метров, прыжках в длину, высоту и с шестом, а также толкании ядра. Результатом усилий Глеба стала бронзовая медаль соревнований. Не в силах соревноваться с командами баскетбольной суперлиги 1, Иркут, наша команда потерпела очередное поражение на родном паркете. В этот раз победу с берегов Ангары увез клуб «Хинки» из Московской области. Как всегда, оранжево-черным хватило сил только на две стартовые четверти, после чего класс и физическое состояние оппонента дали о себе знать. 71-96, уверенная Виктория гостей. Данил Сюдов, новости по будням. Гостем Альхона на днях стал наш коллега по совместительству путешественник Евгений Шоев. Он попытался понять, почему байкальский лед так манит к себе людей со всего мира. Ответы на эти вопросы в очередном выпуске рубрики «Дневник путешественника». Фраза «I'm feeling good» переводится с заморского просто. Я себя отлично чувствую, и наверняка именно так себя чувствуют все, кто приезжает на Альхон. Остров, про который я вам сегодня и расскажу. Яркие ленты, шаманы, духи и просто невероятная атмосфера. Все это про остров Альхон. Удивительно, но здесь до сих пор устраивают жертвоприношения. Правда, если еще 50 лет назад под ношением духом были бараны и лошади, то сегодня обряды стали гораздо гуманнее. Белая пища, сигареты, алкоголь и ленточки на столбах. Вот чем задабривают духов как местные жители, так и туристы. Остров Агой – маленький кусочек суши где-то в Малом море. Наравне с мысами Бурхан и Хабой – это одно из святых мест. На острове никогда не жили люди, именно поэтому местные шаманы решили построить здесь ступу просветления. Внутри заморованы буддийские манускрипты, вода из всех океанов и даже какое-то священное оружие. В общем, магнит для туристов. Но есть на острове сегодня место, которое привлекает путешественников к себе даже больше, чем остров Агой. В конце февраля на Альхоне проводится фестиваль Байкальского льда. Десятки скульпторов со всей страны приезжают в хужир, чтобы создать свое, порой очень смелое произведение. В общем, захотелось какой-то сделать интересный концепт, и получилась такая композиция. То есть люди-мотыльки, которые стоят на заднем фоне у хамелеона, который является символом, ну, собирательным образом политика, чиновника, не знаю, какого-то, в общем, выдвинутого ими главаря, или как-нибудь так можно сказать. И они не подозревают, что на самом деле являются его едой. Провести на льду можно и час, и три, и даже пять. А потом ты начинаешь замерзать. Греться можно в многочисленных кафе и в гостевых домиках. Правда, есть одно но. В феврале и марте посмотреть на байкальский лед приезжают тысячи туристов. И далеко не всем им хватает апартаментов. Так что, если вы хотели, но ничего забронировать не успели, ловите лайфхак. Жить на Альхоне можно в ледяных пещерах. Это не только бесплатно, но и ровно на 1600 рублей дешевле, чем в гостевом домике. Туалет в каменных апартаментах, также на улице. Ремонт что в пещере, что в гостиницах, судя по всему, делала одна бригада. А вот настоящий камин вместо дешевого китайского обогревателя – это, конечно, большой плюс. Но все же главный заключается в том, что ледовых гротов хватит на всех, сколько их на Байкале никто не считал. Да и зачем? Попасть в пещеры можно только зимой. С февраля по апрель Байкал превращается в одну большую дорогу, королем которой уже давно считается Буханка. Проехать на этой машине по Байкальскому льду можно куда угодно, когда угодно и за сколько угодно. Цены на поездку в Альхонской маршрутке начинаются от 200 рублей и заканчиваются бесконечностью. Ну а что вы хотели? Проходимость стоит дорого, так что если не хотите застрять в самом центре Хужира, придется платить. Есть на Альхоне еще два вида транспорта – Хиус, это судно на воздушной подушке, и вертолет. Но это уже для тех, кто работает как минимум в Газпроме или держит какой-нибудь магазинчик в центре Хужира. Но все же пользуются этими видами транспорта единицы туристов. А вот Буханка – это хлеб для всех местных жителей. Половина мужского населения Хужира работают водителями и знают все о Байкале. Но когда ледостав начинает, допустим, вставать, ну, Байкал начинает замерзать, уже примерно предполагаешь, какой будет лед. Если ветра, то лед будет неровный, если тихо стоит, то нормально. О Бальхоне, Байкале и местных обычаях можно рассказывать бесконечно. И никакого эфирного времени на это не хватит. Но мы все же попробуем. Уже в следующие выходные на канале НТС выйдет новый выпуск программы «Дневник путешественника». Так что до встречи, если и не на Байкальском льду, то хотя бы у экранов телевизоров. Евгений Шоев, новости по будням. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова